Всем привет! Сегодня к чаю испекла очень вкусный пирог с начинкой из заварного крема, заварной крем без яиц, с лимонной кислинкой. По просьбам моей семьи пеку этот пирог часто, им невозможно наесться, хочется еще и еще. Начинаю всегда с приготовления крема. Крем я готовлю заранее, за день до выпечки пирога. Это время он у меня хранится в холодильнике. Я перемешиваю 30 грамм муки и 30 грамм кукурузного крахмала. Добавляю 150 грамм сахара, четвертинку чайной ложки соли, по желанию можно чуть больше, и четвертинку чайной ложки лимонной кислоты. Здесь также лимонной кислоты можно взять чуть больше. Все опять перемешиваю, добавляю 500 миллилитров холодного молока. У меня молоко прямо из холодильника. Все перемешиваю. Очень важно, чтобы молоко было холодное. В этом случае смесь легко перемешивается, не образовывая комочков. Отправляю молочную смесь на плиту. Непрерывно помешивая, сначала разогреваю ее на самом высоком огне. Когда я готовлю заварной крем, от плиты я не отхожу вообще. Чуть отвлечешься и сразу либо подгорает, либо образовываются комочки. Когда я почувствую, что смесь начинает загустевать, я сразу же уменьшаю огонь до минимума. У меня электрическая плита и при уменьшении огня температуру она еще держит некоторое время достаточно высокую. И продолжаю готовить крем до закипания. Обязательно дожидаюсь вот таких пузырьков. И после этого готовлю крем еще несколько секунд при более интенсивном перемешивании. Снимаю ковшик с кремом с огня. Времени на приготовление этого крема на моей электрической плите у меня уходит примерно минут 10. Вот так выглядит крем, пока он в горячем состоянии. Когда он остынет, он станет гораздо гуще. Крем готов и теперь его нужно остудить. Чтобы на креме не образовалась корочка, его нужно либо накрыть, либо периодически перемешивать. Обычно крем накрывают пищевой пленкой в контакт, чтобы не образовывался конденсат. Мне этот вариант не очень нравится, так как не хочется, чтобы пищевая пленка соприкасалась с горячей массой. Я делаю по-другому. Я накрываю ковшик бумажным полотенцем. Если бумажное полотенце очень тонкое, я беру 2-3 слоя. И затем накрываю ковшик его родной крышкой. Примерно через час полотенце заменяю на новое. В результате бумажное полотенце впитывает в себя всю лишнюю влагу и на поверхности крема не образовывается корочка. Когда крем остынет, я переложу его в стеклянную емкость и отправлю в холодильник на хранение, где он будет дожидаться своего часа. Крем отправила в холодильник и приступаю к тесту. В миску вбиваю 3 куриных яйца. Яйца беру прямо из холодильника. Добавляю четвертинку чайной ложки соли. И начинаю взбивать яйца. Сначала на низкой скорости, чтобы разбить структуру яиц. Затем добавляю 130 грамм сахара и продолжаю взбивать уже на самой высокой скорости. Взбиваю до пышной белой массы. Если тесто с венчика держится на поверхности хотя бы секунду, можно считать, что яйца взбиты до правильной консистенции. Добавляю 50 грамм растительного масла. Можно заменить на 50 грамм растопленного, но не горячего сливочного масла. Венчиком все аккуратно перемешиваю. Добавляю 210 грамм пшеничной муки. Муку я смешала с 1 чайной ложкой с горкой разрыхлителя. Все перемешиваем. Перемешивать нужно очень осторожно, чтобы не вытеснить поглощенный белками воздух. В противном случае тесто не поднимется или поднимется совсем немного. Вот такое в итоге должно получиться тесто, без комочков. С лопатки тесто должно плавно стекать, не очень быстро и не комками. Форма для выпечки у меня круглая, диаметром 26 сантиметров. Смазываю форму небольшим количеством растительного масла. Выкладываю лист пергамента. Благодаря маслу пергамент хорошо должен держаться в форме. Сам пергамент я тоже промазываю небольшим количеством масла. Выкладываю в форму половину теста. Равномерно распределяю тесто по форме. Стараюсь, чтобы толщина теста была практически одинаковой. Крем я приготовила заранее. Он у меня вчерашний. Я его выложила в кондитерский мешочек с насадкой. Насадка может быть любая. Можно просто отрезать кончик у мешочка. Мне так легче будет распределить крем по тесту. Ну а кто хочет, может просто выкладывать крем на тесто при помощи ложки или лопатки. Выкладываю крем на тесто по кругу. Можно крем еще немножко подровнять шпателем. В этот же мешочек я выкладываю оставшееся тесто. Здесь уже мешочек с насадкой обязательны, потому что с их помощью я буду придавать пирогу определенный узор. Вот как-то так. И теперь свой будущий пирог я буду отправлять на выпечку в разогретую духовку до 180 градусов по Цельсию минут на 35. По времени и температуре выпечки ориентируйтесь на своей духовке. Готовый пирог остужаю и выкладываю на блюдо. При желании пирог можно украсить сахарной пудрой. Я этого не делаю, потому что пирог достаточно сладкий и достаточно симпатичный. И вот такой пирог в разрезе. Много нежнейшего крема, обрамленное со всех сторон тонкой корочкой. По вкусу и по ощущениям это тесто отдаленно напоминает заварное, из которого пекут карпатки. Очень вкусный пирог, чаю, кофе, просто идеален. Очень хотелось бы услышать мнение тех, кто этот пирог решится испечь.